Приветствую всех на канале. Сегодня видео совместный китайско-японский автомобиль Honda Dongfeng MNV. На автомобиле пробег почти 15 тысяч километров, но такой малый пробег это не показатель ненадежности автомобиля. У нас в работе есть еще один такой же автомобиль, правда с пробегом 18 километров, то есть вообще новый автомобиль. Но он вышел из строя из-за человеческого фактора. Но это будет немного другая история. А сейчас немного об этом автомобиле. При выяснении владельца обстоятельств выхода из строя автомобиля, мы узнали, что автомобиль двигался на незначительный подъем моста, и просто пропала тяга, и автомобиль начал останавливаться. При диагностике выявили ошибку внутренней неисправности инвертора. В общем, на основании того, что у нас есть подозрение, что проблема в инверторе, необходимо его для начала прозвонить. Но чтобы прозвонить, нужно откинуть фазные провода. Вот у нас идут WVU фазы, вот у нас плюс-минус. Для того, чтобы прозвонить инвертор, нам нужно откинуть. Но чтобы откинуть, нам нужно будет снять чарджер. Потому что стоит крышка с этой стороны, и доступ к фазным проводам отсюда. В общем, сейчас тогда нужно будет снять чарджер и прозвонить инвертор. Так, что мы имеем по инвертору? Так, все нормально. Не понял. По 155. Ага, а тут похоже, что это ненормально. По средней фазе, по вышке. По фазе W. Вот 355. Есть проблемка. W тоже 355 милливольт. А по фазе W. В обрыве. В обрыве. Вот так вот, сейчас еще раз наоборот проверим. Знаю, что я делаю. Вот так вот. Еще раз. Так, 355. Все хорошо, а по минусу фаза W не звонится. Видишь, по плюсу. Это плюс красный. Угу. Ну, относительно плюса, да. Да, относительно плюса. В общем, все понятно. Оп. Оп. Сняли инвертор. Вот как раз уже видна проводка фазы на мотор. Вот такая шина идет. И все подвешено на подрамнике. То есть, вся электроника силовая стоит на вот этом вот подрамнике. Подрамник уже лежит на подушках. На некоторых автомобилях вся силовая часть стоит жестко на кузове. А мотор на подушках, то в данном экземпляре все висит на подрамнике. И уже подрамник висит на подушках. Кстати, а вон стоит нагреватель, который уже когда-то в Харькове ремонтировали. Возможно, тоже здесь приложу фотографии. Вот такой вот автомобиль МНВ с нашим подогревателем, который мы установили. Вот. Второй подогреватель дома. Вот так он установлен на автомобиле. Под подкрылком. Так, а вот причина, почему мы меняем вообще хитро. Вот у нас тот, который нужно установить. А это старый, который мы поменяли. Это он снизу, а это он сверху. И вот, смотрите. Показания мегометра. Ставим один щуп на массу. Другой щуп ставим на общий провод плюс. 0,1 мегома. А теперь сюда. 500 мегом. Абсолютная изоляция. Есть у нас вот такая плата. На ней мелкие следы воды. Или чего-то там. Каким-то образом, видимо, через клапан дышащий. Попала сюда вода. Вот. Надо теперь установить конкретное место. Избавиться от нее. И, возможно, у нас появится еще один рабочий блок. Высушить его нормально. Так, сейчас разберем его и посмотрим, что здесь случилось. И посмотрим, что здесь вообще за силовые ключи стоят. И можно ли их поменять отдельно. Или же они идут модулем. Сейчас вскроем, посмотрим. Уже наполовину разобрали инвертор. Сейчас доразбираем его. И увидим, вот как раз стоит плата управления с драйверами для силового модуля. И сейчас как раз доберемся до силового модуля. Попробуем выпаять их, потому что они здесь впаяны. Попробуем выпаять и посмотреть. Очень сильно сомневаюсь, что что-то мы с этим сделаем. Но, возможно, такой модуль можно отдельно заказать. Либо же нужно будет тогда заказывать целиком весь инвертор. И еще вопрос. Становится ли он без привязки? Либо же нужно будет устанавливать туда вот эту вот плату управления. Сняли силовой модуль. Он как раз задней расческой радиатором в антифризе. Решили сделать таким образом. Вместо того, чтобы сделать здесь закрытую, чтобы охлаждалась поверхность, и алюминий к алюминию. Сделали вот так. За счет этого лучше охлаждение. Но есть вероятность, что если упустить момент, то антифриз зальет весь инвертор. А здесь как раз высокое напряжение. Но, тем не менее, пока с такой проблемой еще не слышал, чтобы автомобили приезжали с залитым антифризом-инвертором. В общем, сейчас попробуем дальше разобрать. И посмотреть, что там стоят за транзисторы, и можно ли что-то с этим сделать. Так, инвертор у нас готов, собран. Его ремонтировали в Харькове. Заменили силовой модуль. И были заменены немножко компонентов, которые управляют силовым модулем. В общем, все это уже собрано в инверторе. И сейчас его будем устанавливать в автомобиль. Он у нас еще немножко не оттаял. Пока в снегу. Но сюда под капот капать ничего не будет. В общем, сейчас установим его. Продиагностируем. Посмотрим, поедет он у нас или не поедет. Вот это у нас хондовский. С хондой МНВ. Вот виден пробой. Здесь взорвалось. То есть, под этим гелем поотрывало все ножки. А это у нас силовый модуль с джака. Вот здесь пробой в таком виде. Маленькая черная точечка. Из-за этого автомобиль тоже у нас ехать не хотел. Его заменили тогда. И заменили драйвера. И автомобиль уехал. И этот силовый модуль заменили. Поменяли драйвера. И автомобиль уехал. На этом автомобиле пробег, на хонде МНВ пробег около 18 тысяч километров. А на джаке его пробило на 1300 километров. Модули визуально очень похожи. На джаке у нас стоит инфинеон. На хонде стоит китайский. Без опознавательных знаков каких-либо. А сейчас покажу фордовский еще. А где у нас фордовский? А это у нас с форда фокуса. Силовой модуль. Он пробивает под нагрузкой. Но хочу здесь просто показать то, что они все визуально очень похожи. Кстати, фордовский тоже инфинеон. Немножко отличаются серийные номера, понятное дело. Но конструктивно они одинаковые. Как говорится, найди всем отличий. И сзади они все тоже одинаковые. На всех радиаторы. Этой радиаторной частью он заходит в модуль и охлаждается антифризом. Кстати, инвертор хонда, в частности силовую модуль, вообще абсолютно идентичный. А инвертор в сборе очень похож на инвертор джак и f7s. Во всем случае компоновка похожа, внешне похожа. Есть небольшое отличие в нижней части, но в целом все то же самое. И даже компоновка внутри самого инвертора одинаковая. И силовый модуль похож. Номер отличается, но похож. Кстати, этот автомобиль у нас к нам попал в работу еще до войны. Ужасно это, конечно, звучит. Но, тем не менее, у нас жизнь разделилась до войны и после войны. В общем, это у нас автомобиль еще довоенный. И он у нас проставил 9 месяцев. Владелец заказывал силовую модуль. Но сначала он где-то потерялся в дороге или что-то еще. Нюансов не помню. Вернее, нюансов не знаю. И после этого мы уже заказывали силовую модуль. Отремонтировали плату драйверов, плату управления ключами. И сейчас собираем автомобиль. И будет первый запуск за 9 месяцев стояния автомобиля. И теперь вопрос, что будет с батареей дальше. В общем, ладно. Сейчас собираем и дальше будем уже тестировать. Здесь особый тест-драйв. Не нужно делать вопрос в том, что поехала она или не поехала. Потому что проблема в инверторе была. Пробег у нас на автомобиле 14724 километра. Вот такая неприятность произошла на пробеге 14 километров. Надо будет у владельца узнать, из-за чего это произошло. В какой момент случилось, что автомобиль перестал ехать. И тогда будет более-менее ясно, что привело к этому. На улице у нас снежок. Резина летняя на автомобиле. Поэтому буду аккуратненько. Сразу срабатывает стабилизация. Но проехаться надо. Что особенно отличает электрические автомобили от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Так это то, что огромный крутящий момент на электромобилях. И слегка отдаешь педаль газа и машина уже начинает срываться в букс. Система стабилизации, конечно, ее душит. А Ford Focus в этом смысле с очень легким передом. Потому что батарея одна стоит снизу автомобиля. Вторая стоит в багажнике. А мотор с электроникой особо не весят. То даже по сухой погоде слегка нажимаешь педаль газа. Ну, чуть резче, чем обычно. Сразу передние колеса срываются в букс. У двигателя внутреннего сгорания там и коробка, если это автомат. Она не дает быстро сорваться. Да и крутящий момент со старта не такой большой. Поэтому там в этом смысле сложнее ее сорвать в букс. А электронобиле по скользкому нужно осторожнее ехать. В общем, закончили мы этот автомобиль. Теперь можно его отдавать владельцу. И если вам нравится такой контент, то подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и всем до скорой встречи. Всем пока. Кстати, у нас еще есть вторая Honda M&V в работе. И надеюсь, что тоже мы закончим ее и сделаю по ней видео. Там пробега немножко меньше. Не 14 тысяч, а что-то около 18 километров. Но проблемка была немножко в другом. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк или дизлайк. Или кто что хочет. И в общем, до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok